Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников, скульпторов. Корона Торы. Неизвестный мастер. 1764-1773 годы. Серебро, литье, ковка, драмирование, позолото, драгоценные камни, стекло. Высота 48, диаметр 21. Подумные короны надевали на синагогальные свитки Торы. Наряд, с кавычки, свитка, состоявших из специальной завязки, скребляющей двею оси, ремоним или наверший, надеваемых на каждую из этих осей потешечетого чехла Мииля или жесткого футляра Тика в восточных общинах. Венчала корона. Поклонение изображениям запрещено иудаизме и приравнивается к служению Идолу. Весь религиозный пыл и желание воплотить его в чем-нибудь материальном воплощались в украшениях свитки Торы. Корона состоит из двух частей. Нижняя более ранняя, имеет следующую последовательную надпись на еврике. Там написано «Это дар Маше, сына Исаака Менкеса, и его жены Рахели, дочери Маше Самсона. В честь их сына душ достоится он вырасти для Торы, брака и добрых дел. В год, и когда Моисей поднимал руку свою, одолевал Израиль». В тексте, в соответствии с широкой распространенной еврейской практикой, год зашифрован в виде хронограммы, то есть складывается из числовых значений букв, приведенные цитатой из книги исхода, и соответствует 1765. Декор нижней части изделия состоит в основном из архитектурных элементов – арок, пилястров, раковин, ракоко. Спустя 8 или 9 лет после изготовления этой короны, другой даритель украсил ее гарифонами и дополнил верхнюю часть напоминающую купол. Он же выигрывал надпись «Пусть Господь вспомнит душу моего отца Шимона, сына Авраама, за то, что я совершаю этот дар в память о его душе и моей матери Зислу, дочери Рабби Израиля и сэра Цви Гирша». Завершено в канун Рож Ашан 1773. Орнаменты более поздней части, вероятно, заимствованы из росписи окрестных синагог, где встречались и гарифоны, и знаки Зодиаки, и даже двуглавый ореум. Ряд исследователей считает, что изображение, имеющееся на многих предметах еврейского обихода, символизирует высшую власть, власть царя царей, то есть Всевышнего. Форма и структуру короны в ее окончательном варианте напоминает многоярусную структуру строившихся на этой территории синагог. Данное изделие стало моделью подобных украшений для всей Центральной и Восточной Европы вплоть до 20-го столетия. Ну вот так вкратце, конечно, о короне Тора, неизвестного мастера, данные из интернета, текст по книге «Великий музей мира». Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok